Да, я думаю, что последний ваш посыл ждут, наверное, все нейтральные болельщики, кто смотрит нас по телевизору, и также те, кто собрался сегодня на стадионе. Ну что ж, все готово к старту, и главный судья матча Сергей Красников посматривает на секундомер. Готов Ананьев, инспектор матча Георгий Вербицкий. И вот игра началась, и я сразу познакомлю вас с составами команд. Очень меняется. Сейчас он играет у правого коридорного, а Айк Мусаханян чуть выше. Ну, видимо, тоже такая плавающая схема впереди у Анатолия Ивановича Мирневича. Васильев, передача на Мусаханяна. Кендыш вроде здорово прочитал, но едва-едва не ошибся. Александр Гутер, мяч после рикошета оказался у Мавату на линии штрафной. Удар поворотом. Спокойный. На сей раз Гутер забирает мяч в руки. Явление, когда где-то в единоборстве, где-то задели немножко, и есть кровотечение. Я думаю, что сейчас медицинский штаб энергетика быстренько это все устранит, и вернется капитан команды в игру. Опасный момент! Ну, это был голевой момент сейчас у Дарба. Здорово он там разобрался, и очень хорошо пробил. Но хорошую позицию себе сам создал. Но пробил как раз-таки не хорошо, а плохо. Отмечаем лидер Солигорского шахтера. Если Никола Антич уже вот опасный, что вот с рафной пенальти. Пенальти. Толчок в спину. Убайдулая заработал. Очень здорово на дриблинге прошел. И ничего не осталось сделать. Еще и желтую карточку. Шестой номер. Артем Сокол. Это он получает на 17-й минуту. Вот только-только она началась. И будет удар с точки Юрий Кендыш. Будет бить. Смотрим возможность выйти вперед. Кендыш бьет. Очень уверенно. В верхний угол. Несмотря на то, что Маккарчик вроде угадал направление. Но чтобы такие взять, наверное, там стоять нужно в том моменте, в том месте. Да. Достаточно высокая траектория мяча была. И понятно, что вратарю так выбросить руку вверх, чтобы достать это практически... ...чем он должен быть. Но неплохой такой отрезок. По крайней мере, по задумке, по мысли. А сейчас ошибается Сокол. Снова его единоборство с Убайдулаевым. Штрахной узбек. Возле Антич. Не стал подавать. Вошел в штрафную. Вот только сейчас подача очень опасна. Там, да, возле перекладины мяч прошел. Да, сейчас Николай Антич, даже видно было, он практически в бегании. И ведет позиционную свою атаку. Энергетик БГУ. Мавату на Виэстров. Ну, ютшит. Ох, если бы дотянулся, было бы очень красиво. Классно Евгений открывался на эту передачу. Отмечаемый Мавату очень современно и здорово навесил. Достаточно неудобная была, наверное, подача для защитников. Да, мяч от земли там. Хорошая антропометрия, умением играть головой. Поэтому вот сейчас Дамбл встречается с мячом. Сочивка, удар. Гол. Вот что. 2-0. Очень классно Сочивка сейчас сделал. Все, развернулся. Достаточно неудобная позиция у него была. Никогда бы не подумал, что защитник может так скоординироваться, да. И очень хорошо сыграть в этом моменте. Что ж, 2-0. Мне кажется, Макавчик там мало чем мог помочь, чтобы этот удар отразить. Давайте дождемся повтора, но и отмечаем, что укрепляет шахтер свое преимущество. 30-я минута. Игру, а все-таки сейчас есть четкие рекомендации рефери матча. Если мяч не мешает второй продолжению борьбы или игры, опасный момент. Удар. Да, Шахзот сейчас наносил удар и мог, наверное, снять все вопросы относительно уже исхода этого матча. Но левая нога подвела нападающего солигорского шахтера. Ну, возвращаясь к тому, что говорил, вот, конечно, поставили мяч, мяч под левой ногой. Антич, видим, ложится, да, видим сейчас в современном футболе. Отличный удар, отличный удар, Сокол наносит. И Александр Гутер правильную позицию занимает на ленточке ворот и отводит угрозу на угловой. Ну, хорошо попал защитник. Вот еще раз мы смотрим. И встречается с мячом ближе к центру. Ахмеди, можно пробивать. Удар по воротам. Маккавчик, мяч шел мимо, конечно, но Маккавчик, отмечаем, что не стал рисковать. Делает замены. Иногда бывают даже замены запланированные какие-то, даже независимо от того, как... Шахтера Игорь Стасевич набирает ход по леву, набирает Антич, но играет на Дарбо Дембо. И все-таки Антич встречается с мячом. Удар. Да, опасный момент, опасный момент. Великолепная контратака солигорского шахтера. И завершилась ударом с левой ноги Николы Антича. Очень хорошо убежал шахтер. Где-то показалось, что Стасевич немного не так выбрал продолжение атаки, но... Положение выжмите ноги. Да, снова левоногая пара нашего мяча. Но на сей раз Васильев выполняет навес. Удар по воротам. И Шкурдюк выше мяч посылает. С атакам хозяев. И стал теряться мяч у солигорчан. Да, немножко они так... Не то, что тушуются, да. Но вот рылощ в штрафной площади. Пас Васильев. Обводящий удар. Гол! Шикарный момент. Шикарный гол. Шикарный удар. Владислав Васильев. Во втором матче к ряду продолжает этот парень набирать очки и забивать. Ну что ж, 2-1. Возвращается энергетику в игру. Да, и отмечаем то, что кто ему сделал. Мунимальные преимущества. И надо попытаться. Вот опасная подача была. Но Александр Сочевка снимает этот мяч на линии штрафной. Игорь Стасевич на подборе действовал. Но обладевают студенты мячом. И повторная подача штрафной... Опасная, опасная, очень опасная. Данил Мирошников, по-моему, это он был. Хотя нам Саханяна показывает. Но... Тут свободное пространство имеет перед собой. Навес. Башилов. Удар поворотом. И... Очень здорово пробил Башилов. И... Гутер отбил. И, честно, добивание там давней игры было... В неправильное положение забрался. ...из тех, которые находятся на футбольном поле. Но если проанализировать заявку на матч, то мы видим, что это самый старший игрок. Опасный момент у ворот Солигорского Шахтера. Мороту! Да. Хорошо мяч ложился под левую ногу, но... Не получился акцентированный удар створ ворот. В очередной раз отмечаем, что создает энергетик опасную ситуацию ворот Солигорского Шахтера. И не хватает завершающего удара. Да, Васильев, если исполнил после передачи. Солигорский Шахтера против него и... Центральный защитник в угловом флаге принял мяч и ничего не выжил из этой ситуации. И главный арбитр матча дает финальный свисток. Солигорский Шахтер одерживает победу со счетом 2-1 над энергетиком БГУ. Продолжение следует...